Не успели отозвенять последние звонки, а педагоги и школьники уже готовятся к следующему учебному году. 1 сентября на торжественную линейку предстоит пойти уже в новой единой школьной форме. Сейчас перед руководством учебных учреждений и родителями учащихся стоит нелегкий выбор швейной фабрики, которая полностью удовлетворит и ущтет все пожелания и интересы как взрослых, так и современных школьников. Марина Кошмак расскажет подробнее. Смотрите, нам предлагают жилеточку для мальчиков. Вот такой вот формы. Есть еще серый вариант цвета. Это для мальчиков. Для девочек более широкий ассортимент. Действительно, ассортимент богатый. Администрацию учебного заведения и родительскому комитету определиться с выбором единой формы непросто. Надо учесть внешний вид, цену, качество предложенных изделий и, конечно же, предпочтение самих школьников. В наше образовательное учреждение приходило несколько предпринимателей, предлагали свои услуги, виды изделий. Мы долго и тщательно выбирали, советовались с родительским общешкольным комитетом, с классными родительскими комитетами, с ученическим самоуправлением и остановились именно на Уфимской трикотажной фабрике. Продукция этих предпринимателей удовлетворила все требования администрации и родителей к школьной форме. Особенно привлекательное соотношение цена-качество. Полный комплект одежды стоит до 2,5 тысячи рублей. Для бюджета многих семей города это посильная сумма. Можно купить несколько комплектов. Есть жилетка, кардиганчик, юбка, сарафан. Можно выбрать из всего этого разнообразия и менять. И это не будет сложно, в общем-то, ухаживать. Она очень хорошо стирается, не скатывается. Поэтому я считаю, что это будет очень удобно. Если родителей привлекает цена и качество одежды, то подрастающему поколению форма пришлась по вкусу, по другим соображениям. Это красиво, это удобно, это привлекательно, можно сказать. С утра не надо будет ломать голову, что одеть. К сожалению, не все школьники придерживаются такого мнения. Тому, кто постарше, хочется выделиться из общей массы, быть ярким и необычным. Единая форма не вызывает одобрения. Я лично против школьной формы, как и многие мои сверстники. Потому что, мне кажется, каждый ребенок должен подчеркивать свою индивидуальность. И не каждому эта форма может пойти. Категорически против, но если уже ввели в закон, то уже ничего не сделано. Световую гамму нового гардероба уже определили. Последние заказы отправят на фабрику в ближайшее время. А к 1 сентября все ученики школы получат свои комплектные формы. На каждом из них будет красоваться эмблема учебного заведения. Марина Кошмак, Феликс Россихин, Служба новостей, Импульс.